Привет! Всем привет, друзья мои! Всем привет из Канады! Сегодня мы с вами идём в магазин Mango. И витрина очень многообещающая. Такая яркая, красивая. И то же самое на входе. Нас встречают. Очень яркие, красивые расцветки. В прошлый раз я здесь была. Здесь было очень много льна и очень много костюмов именно льняных. Сегодня что-то я их не вижу, но нас встречает трендовая, ужасная в одном сезоне бахрома. Кстати, помните платье из H&M, которое я примеряла с бахромой? И я так жалею, что я его не купила, если честно. Вот теперь задним числом меня гложет невероятная жалость. Красивый костюм. Посмотрите, какой красивый пиджак. 199 долларов. Жакет, простите, жакет. Такого светло-персикового цвета. Сделан из красивой такой ткани атласной, двуборотный жакет. Он как-то висит криво, непонятно. Вот сейчас видно, правда? Очень красивый. И к нему есть брюки такие же. Почем-почем? Не знаю. Почем брюки у нас? Ну, цены какие-то безумные. Жакет 199 долларов. Хотя... Хотя... Хотя в зале жакеты столько же, по-моему, стоят. И к нему, вот видите, они предлагают вот такой вот топик симпатичный. За 50 долларов всего лишь. Вот еще один красивый довольно жакет. Тоже с брюками, тоже костюмом. И этот чуть-чуть подешевле. Он стоит 179-180. Красивая ткань. Ну, это все такое, знаете... Я бы сказала, в общем, довольно выходное. На выход. Не могу сказать, что это прямо такие на каждой день вещи. Совсем нет. Расцветка и ткань, и фасон. Светлая такая, кремовая цвета. Он очень... Ну, немножко нарядный. Так, что у нас особо, блин? Прозрачные эти босоножки. Чуть-то, я не знаю. Мне кажется, они уже не модны. 120 долларов. Неужели все еще вот эта вот прозрачная клеенка в моде? Я не знаю. Вот джинсы симпатичные. Смотрите, какие вот с этим трендовым сейчас бантиком. Сколько они стоят? Тоже 120. Небольшой каблучок рюмочкой. Румочкой. Вот реально симпатичные. Реально симпатичные. Красивый такой в стиле Шанель. Вязанный. Жакетик. Ну, что-то не летняя какая-то совсем вещь. За 100 долларов. Ну, такой на холодный, на прохладный. На прохладный вечер летний. Ну, что ж, в этом месте мне пришлось наложить озвучку на мое видео, потому что я продолжаю сражаться с музыкой в магазинах. Там YouTube не пропускает видео, когда очень громкая музыка. Он ловит какие-то куски, где музыка слышна. И он не может монетизировать это видео, потому что есть претензия к копирайту. То есть того, кто музыку эту играет, они не разрешают ставить их музыку в видео YouTube. И поэтому вот такая вот ситуация. Вот я вам пока буду показывать вещи, вы их рассматривайте. Я на эту тему просто, что называется, наболела. Я никогда не могу понять, кто вообще придумал включать музыку в магазинах. Причем на такой громкости, что я просто плохо слышала себя. Когда я еще не была в YouTube-блогере, не записывала видео, меня тоже это безумно раздражало, потому что приходишь в магазин, начинаешь что-то рассматривать, примерять. От этой музыки сумасшедшей, которая грохочет так, как какой-то рок-концерт, просто хочется из магазина уйти, потому что голова перестает соображать. От этого очень быстро устаешь, ничего не понимаешь, что ты смотришь, что ты примеряешь. Это очень мешает. И я не могла всегда понять, кому пришла в голову эта идея, пришла в голову включать музыку в магазинах на такую громкость. Я понимаю, включать приятную музыку фоном, которая приятная, расслабляющая, успокаивающая. Вы ходите по магазину, у вас приятные эмоции, вам хочется что-то купить в этом магазине. Когда вы приходите в магазин, и вам хочется из него сразу выйти, потому что музыка гремит так, что в магазине невозможно находиться, я не понимаю, кто призумал вот таким вот образом завлекать покупателей. Больше того, я как продавец бывший, я работала в магазине, я знаю, какой это ад для продавцов, когда вы целый день в течение восьми часов стоите в помещении, работаете, должны помогать людям что-то найти, должны стоять на кассе и иметь дело с деньгами, и при этом вам выносят мозги вот этот вот совершеннейший грохот этой музыки. Вот. Такие мои замечания по поводу ситуации с музыкой в магазине. Я знаю, что есть страны, в которых музыку вообще не включают или включают как-то очень тихо. А в Канаде это просто бич какой-то, вот серьезно. Особенно, когда я стала блогером, я поняла, что это просто, ну, совершенно какая-то невообразимая ситуация, с которой совершенно невозможно бороться, потому что музыку даже, по-моему, включают не в магазине, а включают на весь шоппинг-центр. А может быть, в каждом магазине отдельно, я, если честно, не знаю. Я думаю, что в каждом магазине отдельно. Можно поменять эту громкость. У нас, когда я работала в магазине, музыка не гремела так громко, как гремела вот в манго, когда я была. Было потише, и то это очень действовало на нервы. Причем, как правило, вот в магазинах есть какой-то трек записанный, и каждый день, и все время это одна и та же музыка. Ее иногда меняют, но, в принципе, как правило, одна и та же музыка все время. В общем, это сумасшедший дом. Вот так вот я вам высказала то, что у меня наболело. Надеюсь, что вы продолжали смотреть то, что я показывала в магазине. Ну, и теперь вернемся к нашему обзору, и будем рассматривать вещи дальше. Красивый. Смотрите, какой светлый жакет. Ох, какой красивый. Прямо реально красивый жакет. Мне он очень нравится. Сейчас я его повешу сюда. Он такой в стиле 200 долларов, в стиле фрака, токсида такой, знаете, воротник. И он тоже не чисто белый. Пуговица обтянута из такой же ткани. Здесь тоже пуговица обтянута тканью жакета. Он не чисто белый, он такой молочного цвета, топленое молоко. Интересное такое платье. Это из какой-то дорогой их коллекции. За 180 долларов. Что-то я ушла в какую-то дорогую коллекцию. Вот такое вот оно. Так, это платье, или я что-то не поняла, что здесь происходит. Ага, это значит такое узкое платье внизу, и сверху вот пришита вот такая вот, как будто бы накидка из ткани. Интересный фасон. И видите, оно без бретелей, и просто вот так вот идёт. Здесь внутри вот такая вот, как липучая такая твёрдая лента, чтобы оно с вас не падало. В общем, интересный какой-то фасон на такой, тоже вечернее платье, такое больше на выход. Так. Это комбинезон за 120 долларов. Как-то дёшево он выглядит. Расцветка неплохая, но сшит как-то. Ткань какая-то. Ну, в общем, какое-то всё, как-то дёшево. Так, это юбка такая. Очень плотная. Из очень плотной такой молочного цвета тоже ткани. Сейчас я вам покажу получше. 199. Это какая-то их, видимо, премиум-типа линейка. Расклешённая такая юбка. На сборке сверху. Наверное, будет как бабы-начальники. Я не очень люблю такие юбки. Платье. Вот это уже подешевле. Ну, это что-то такое совсем пляжное. Вот это вот прям видно, что это дешёвая их линеечка. Так она и выглядит. Эти фасончики, это качество. Всё какое-то такое. Так, что у нас тут? Сумочки, очки, шляпы, поляса. Сумки, шляпы, поляса. По-моему, в прошлый раз я вам его показывала. Здесь всё синее. Это тоже сумочка. Ну, такое. Что-то не это. Не впечатляет меня их волонтерея. Кожа волонтерея. Если можно так назвать. Кожи тут, правда, нету. Но есть волонтерея. Это что-то с шарфом, шляпой. В общем, пойдёмте в другое место. Украшения, кстати, у них какие-то, не знаю, тоже не особо мне что-то. Не особо они мне нравятся. Украшения, хотя... 45 долларов. Опять же, дороже, чем в Заровске. И выглядит хуже, на мой взгляд. 40 долларов. В Заре как-то они качество получше и выглядят получше. Что-то я не в восторге. Так, сумочки-пояса. Вот базовые футболки белые за 20 долларов. Ну, ладно, это хорошо. Симпатичное платье. Ну, обычно, ничего особенного. Так, вот сумочка плетёная. Кстати, ничего, мне нравится она. О, боже, 100 долларов. Коман, серьёзно. Даже не хочу-то комментировать. 100 долларов в платье. В прошлый раз, девочки, я пришла. Здесь было очень много льна, очень много хлопка. А сейчас что-то... Ну, вот эта рубашка ничего такая. 100 долларов, ну, очень дорогая. Видимо, хлопковая с вышивкой. Красивая синяя вышивка. Есть такое платье. А, юбка такая же есть, как рубашка. Есть такая же юбка. 120 долларов. Тоже с вышивкой. И вот такая вот рубаха из шитья. Совершенно обычная. Просто с красивой тканью шитьё. Платьица из шитья. Она коротенькая. Пиджак. Жакетов много, кстати. Жакеты симпатичные. 180 долларов. Такой вот. Немножко мужского покоя. Жилет. Наташ, немножко пропустила посередине комбинезон. Интересно, смотрите. 120 долларов. Очень симпатичный. Очень симпатичный. Смотрите, какой интересный костюм. Полосатый. Прям курортный такой. Курортный, курортный. Жилет за 70 долларов. И брюки за 100. А, кстати, вот есть брюки к этому жакету, который я вам показывала до этого. А, нет, это юбка. Это узкая юбка. Можно сделать костюм. Видите? Это спинка её. У неё разрез спереди. Вот. Неправильно я вам показываю. Вот так. За 89. Разрез большой, высокий такой разрез спереди. Такой джинсовый сарафан за 100 долларов. Блин. Антон, простите. Ругаюсь я. Ну, товарищи. Нужно иметь совесть с ценами, я имею в виду. Вот красивое платье. Ну, тоже 150. Хотя, хочу сказать, что везде, во всех масс-маркетах в Заре, тоже вот эти вот платья и шитья. Они довольно дорогие. Они тоже в районе 100 с чем-то долларов стоят. Так что тут манга ничего такого не нарушила. Ну, красивая какая юбка за 180. Вот это правда очень красивая юбка. Белая. Она так сделана. Интересно. Ткань и кружево шитьё. Оно такое необычное шитьё. Вот не такое вот. А вот такое вот необычное. Какое-то... Даже не знаю, как это назвать. Очень красивое качество. Есть такой топик. Так, я сделала полный круг. Я, по-моему, всё вам обошла. Всё вам показала. Сейчас я возьму что-нибудь в пример. Ну, наверное, много чего я сегодня примерять не буду. Мне что-то ещё не нравится особенно, если честно. Ну, что-нибудь я поищу. Какие брючки. Смешные. Замечательные. Так, пойдёмте что-нибудь примерим. И, дорогие друзья, примерки будут в следующем видео. Вам коротенькая затравка на мои примерки в следующем видео. Увидимся совсем скоро. С вами была ваша Дита из Канады. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить моё видео примерок. Всем привет. Всем пока.